20 минут о красивой жизни, приятных людях и ярких событиях. Это Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Искусство сочетать цвета и оттенки необходимо не только художнику и стилисту. Колористику сегодня изучают и фотографы. Цветовой гамме фотоснимка посвящен мастер-класс Ильи Двояковского. Который колорист – это фотограф, который является самым обычным фотографом, но при этом еще что-то понимает в цвете, может приприменить какие-то знания для того, чтобы цветом привлечь дополнительное внимание зрителя, для того, чтобы цветом создать какие-то бонусные сочетания цветов, чтобы цветом подчеркнуть тот или иной экипаж человека, подчеркнуть цвет волос, цвет его глаз, цвет его кожи. В общем, грубо говоря, найти выгодный ракурс для каждого человека с точки зрения цвета. Я уже второй раз привожу Илью Двояковского в город Челябинск, потому что его мастер-классы очень востребованные. Очень интересная тема, у него уникальный стиль, он фотограф-колорист и рассказывает углубленно именно о цвете фотографии. Диапазон возможностей фотоколористики очень широк – от снимков в черно-белом режиме до работы с исходниками. Я, лично я, черно-белые фотографии не воспринимаю по одной простой причине. При помощи черно-белой фотографии невозможно передать, ну, точнее, возможно, но это нужно быть невероятным мастером с очень большой буквы, чтобы передать, например, свежесть ветра, или цвететение магнолий, или вообще передать отличия между цветением магнолий и, например, миндаля. А при помощи цвета это сделать достаточно просто. Так как я destination фотограф и работаю в разные времена года, в разных городах, в разных странах, для меня цвет – это инструмент передать колорит той страны, в которой я нахожусь, даже того города, того времени года, того человека, которого я снимаю, и той семьи. Поэтому черно-белые фотографии – это прекрасно, но для моих задач и целей тяжело было бы черно-белым варилианте показать кубу кубой. Я обычно трачу очень много времени на обработку. Я думаю, ну ладно, сфоткаю там что-нибудь, но это занимает огромное количество времени, то есть постоянно ты проводишь время за компьютером, меньше внимания в семье уделяешь, друзьям, родителям, детям и так далее, мужу. Вот, и поэтому, да, важнее, лучше сразу классно сфоткать правильно, и чтобы потом уже раз-раз обработал и все готово. Чтобы найти свой стиль, нужно попробовать все, и потом уже со временем уже ты поймешь, что тебе нравится, от чего ты реально кайфуешь, получаешь удовольствие. Потому что, когда ты фотографируешь то, что тебе не нравится, ты уже со временем просто, ну, тебе вообще не захочешься ничего фотографировать. У меня были такие моменты, поэтому нужно найти свой стиль, для этого нужно пробовать все. Оттенки фотоснимка могут как усилить впечатление, так и наоборот, разрушить его. Теория в сочетании с практикой помогает фотографам найти свой баланс. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Лечь на хирургический стол ради исправления носа человек может по двум причинам. Потому что не может жить с несовершенной, по его мнению, формой, либо не может нормально дышать из-за гайморита, ринита, смещенной перегородки и других патологий. Сегодня речь пойдет именно о них. Стало проще обнаружить какие-то анатомические предпосылки просто для того же самого хронического гайморита и, соответственно, лечение провести более функциональное. Если раньше делали проколы, там, каждый год по многу раз, то сейчас делается одна операция и чаще всего человек избавляется от необходимости ежегодных этих проколов. Всему этому предшествует диагностика. В современных клиниках все проводят с помощью эндоскопа и других методик, которые позволяют увидеть первоисточник проблемы и без отруднений поставить диагноз, а иногда и изменить его. Гайморит может оказаться смещенной перегородкой, а хронический ринит – врожденным дефектом. Не душит ребенок, значит, аденоид, значит, удаляют. Часто их там нет, либо там еще аденоид хронический, либо еще какие-то проблемы. Это сначала визуализируется, то есть уточняется диагноз. Соответственно, более какое-то уже целенаправленное лечение. Не всегда может быть удаление. Если после диагностики все же показана операция, это не стоит воспринимать слишком драматично. Современное оборудование и методики оперативного вмешательства позволяют провести такую операцию быстро, эффективно, практически без крови и без долгого пребывания в стационаре. Анестезиологическое пособие изменилось. Татанархов стал переносить человек более легче, что позволило делать это в длинном стационаре. Ну и, наверное, сама техника хирургическая стала более щадящей, более функциональной, менее травматичной, что позволяет избежать каких-то кровотечений сильных. Наблюдение обычно не требуется. В течение нескольких суток, соответственно, не требуется пребывание в стационаре. После наблюдения в палате пробуждения, там, в течение от 4 до 6 часов, люди, в принципе, могут уехать домой уже. Кашель, насморк и другие проблемы с органами дыхания чаще всего подвергаются печально известному методу самолечения. Наверняка у каждого из нас есть пара-тройка народных рецептов и наименований, ну, очень эффективных препаратов. Мнение специалистов по этому вопросу можно даже не озвучивать. Если проблемы не проходят несколько дней, конечно, желательно обратиться к врачу, потому что можно, в принципе, приобрести медикаментозную зависимость и ухудшить ситуацию. Та же самая зависимость от сосудосуживающих капель. Шмыгающие люди с носовыми платочками чаще всего встречаются в осенне-зимний период времени, но тема профилактики, диагностики и лечения всех этих проблем не имеет сезонности. Главное – не затягивать. Стильно и элегантно, строго и со вкусом, в тренде и с характером – все это про одежду бренда MediArt. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. MediArt – гарантия восторженных взглядов. Макароны могут быть полезными. Макфа – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас Image Club Svetlana объявляет набор в проект «Модель X+.» Подробности по телефону 263-57-37 Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Вот уже четвертый раз каменные джунгли Южноуральской столицы погружаются в невероятную атмосферу. Звуки гонга, ассаны и медитации поклонники йоги на этот раз практикуют в огромной компании. В этом году фестиваль проходит под девизом «Урбан-йога». Мы всегда привозим каких-то знаменитых людей в сфере йоги. И в этом году наш выбор пал на Лоренс Джея. Это представитель именно этого направления «Урбан-йога». Он живет в Канаде, практикует в Канаде. И, наверное, почему это направление нам близко? Потому что все-таки мы живем в мегаполисе. И восточная йога, та традиционная, возможно, нам не всем подходит. Потому что йога должна проходить в теплом месте, чтобы все это под солнышком. А «Урбан-йога» сама говорит за себя. Для меня очень важно, что эти вещи, как движение, дыхание и осознанность, что они могли быть доступны для любой средний человек. И «Урбан-йога» это не только про движение, дыхание, медитация, но и тоже про выражаться, действия, как использовать эти навыки и эти выгодные вещи, что йога дает. И как мы можем использовать их не в какой-то странной стране, но прямо здесь, в нашем современном жизни. Если прошлый финал проекта «Йоги не в бикини» проходил в экстремальных погодных условиях, на этот раз все перенесли в помещение. В прошлом году Органик Нейшн и погода нас очень удивили. Девчонок наших напугали. И в этом году, когда девчонки приходили уже на кастинг, они заведомо интересовались. Вы нас не будете морозить? И поэтому все-таки было принято решение приурочить именно фестиваль Йогини в бикини, а именно его финал к нашему празднованию дня рождения. И финал в фестивале Йогини в бикини будет таким своеобразным подарком, как нам хочется об этом говорить, городу, нашим всем клиентам, нашим друзьям, потому что всегда хочется показать, смотрите, что с помощью йоги можно достичь каких результатов. Гвоздетерапия, лекция по аюрведе, дыхательные практики, ведическая астрология. Двухмесячный марафон проекта Йогини в бикини изменил участниц и внутренне, и внешне. Проект мне подарил возможность. Я почувствовала, что у меня есть руки, и я могу делать какие-то интересные осаны сложные, которые до этого мне казались вообще нереальны. И сейчас я и чувствую себя лучше, и моральное состояние, духовное, и в целом. в моей жизни стали происходить только светлые события, очень много прекрасных, светлых людей появилось в моей жизни. Здоровье просто, я абсолютно здоровая, то есть я перестала болеть. Очень многие проблемы стали решаться очень простыми путями, принятием и просто другим отношением к этим проблемам. Поэтому, конечно, когда я услышала, что конкурс в этом году снова в йогине, естественно, я пришла за новыми эмоциями, за новыми событиями и за новым каким-то энергетическим потоком. Из-за того, что у меня появилось снова в жизни, это ранние подъемы. То есть для меня встать в 6-7 утра это очень трудно, и потому что я захотела пойти, допустим, на штангу йогу, мне приходилось вставать в 5.30. Для меня это очень тяжело. И, конечно же, новые знакомства, очень много веселых, положительных девчонок, с которыми мы сейчас проводим время вне проекта. Йога меня привлекает больше, наверное, как философия, привлекала мантры, медитации различные. Ты через тело приходишь к своему разуму, приходишь к себе, воспитываешь свой ум и просветляешься, наверное. Девчонки узнавали, как вести здоровый образ, жизни органичный, как окружающую природу сохранять. То есть, что сделать, чтобы жизнь просто стала интереснее и счастливее. И этим они занимались на протяжении двух месяцев. И Юдиня в Пекине это современная девочка, девушка, женщина вне возраста. Она молода душой и ведет просто здоровый образ жизни, не причиняя вред окружающим и себе в том числе. В современном мегаполисе с его стремительным ритмом жизни и множеством поводов для стресса йога невероятно актуальна. Именно поэтому фестиваль собрал около 200 давних поклонников йоги, а также тех, кто ни разу ее не практиковал. Йога, она подходит каждому. Не нужно как-то себя утруждать сильно, чтобы ею заниматься. Есть и более облегченные, так скажем, варианты, есть более физические, тяжелые. Я думаю, что каждый. Можно просто помедитировать. Это уже йога будет. Или подышать бронояму, например. Йогу надо принять, вот честно скажу. Ходить на йогу у меня было несколько попыток. То есть это надо найти своего тренера. Самое главное. Люди, если будут заниматься, больше вникать в такие вещи, то от городской суеты будут уходить постепенно и будут больше погружаться в себя. С каждым годом йога трансформируется, переходя из аутентичного учения в коллаборацию с фитнесом. Йога разнообразная и есть несколько разных типов, видов йога. Есть много йогах, кто поддерживает традиции, это их. И это им очень важно. Я скажу честно про себя, я канадец, но я работал в Гонконге, в Астралии, вокруг России, вокруг Америки, Европе. И что я видел, что может быть 10 лет назад йога была самая продвинутая вида движения, фитнес, физкультура. Но со временем, что случилось, фитнес начинало как-то убирать такие вещи, правильно питаться. не только поверхность, осознанность. И фитнес начинало быть больше и больше, на международный уровень более продвинутый. И сейчас, что происходит, есть такая, от моей точки зрения, есть такая смесь, где йога и фитнес начинаются как-то встречать друг друга. Это в современном уровне и на международный рынок. В России, мне кажется, особенно в городе как Челобинск, когда я слышу и разговариваю с людьми, это все происходит чуть-чуть медленнее и мы только представляем йогу для людей. Поэтому я бы сказал, что йога до сих пор здесь состоит как более традиционная практика, что создает возможность для людей и могли чувствовать лучше внутри их тела на эмоциональный, на психологический уровень. Йогу каменных джунглей можно назвать своеобразным анонсом фестиваля Organic Nation, который пройдет в этом году с 23 по 25 августа. 16 спикеров из России, Канады и Индии. Более 50 мастер-классов и лекций пройдут в живописном месте озера Тургаяк. Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея Аллея на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды, гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея Аллея. Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом Спарк на труда 166. Профтерапевтическая клиника Формула. Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше красивых сюжетов на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры Image Studio Елены Ивановой Ателье Модный дом Я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok